В Нью-Йорке это называется парк, парк City Hall, здесь несколько деревьев и фонтан, места настолько мало, что такой клочок земли с зеленью, это большая роскошь. А я сейчас планирую пойти по Бродвею, сейчас вышел с Быклинского моста, поверну налево на Бродвей и почешу яйца быку на Уолл-Стрит. Несмотря на воскресенье, тут что-то ремонты какие-то делают, шумят, работа не останавливается. Ну вот, собственно говоря, и Бродвей. Сейчас по нему мы дойдем до Уолл-Стрит. От того самого знаменитого быка. Прикольные пикапчики. Так, идти нельзя, ждем. Ну тут все стандартно, Зара, Шмара. Какие вот небоскребчики. Пока поглядим. Что интересно, Бродвей, по которому сейчас мы продвигаемся, длиной составляет более 25 километров. Это самая длинная улица в Нью-Йорке. И она нарушает планировку всего Нью-Йорка перпендикулярную. Она идет так немножко, искривляется и вокруг там с линиями как бы поссал. А вследствие того, что раньше это была дорога индейцев. Вот, и она шла среди скал и болот. На самом деле есть три улицы Бродвей в Нью-Йорке. Но только это популярно. А те не очень. Название этой улицы пошло с голландского языка. Потому что Нью-Йорк раньше был Нью-Амстердам. И это была колония голландцев. Они заправляли индейцев, мочили. Такие классические америкосы. Что-то там паривают людям. Кстати, прикольный небоскребчик. Сама по себе улица является реально произведением искусства. Здесь можно просто стоять, а экспонаты сами к тебе едут. Вот, например, вот этот. А, интересный момент еще про леса. Леса демонтировать и хранить где-то на складах очень дорого. И невыгодно. Вот. И продлевать ремонт, подписать бумажку, выходит гораздо дешевле. Кстати, а что бы мне не попробовать? Мерикосовский Макдональдс. Я всегда отказывался. А сейчас, что бы и нет, Макдональдс на Бродвее. Сейчас заценим. Ну, тут все стандартно, глобализация. Она захватила. Поэтому ничего этого показывать не буду. Возьму себе кофейку. Гамблги стоят 5,5 баксов. Подумал я. Да на самом деле даже и не думал. Такую хрень. За 300 рублей покупать. Я лучше сейчас дойду до Чайна Тауна. И нормально заточу правильные еды. А еще бейглы. Бейглы надо попробовать. Хвалят. А вот фишковый магазин. I love New York. Все, что хочешь. Ну, надо зайти. Вот, кстати, еще один небоскреб на Либерти-стрит. Чем-то он знаменит. Не помню. Айфоном, что ли? Здесь у них офис был. Стоит какой-то куб. Вот так выглядит. Бродвей Либерти-стрит пересекает. Даже рука нормально не поднимается. Вы ездили в пас. А, вот сейчас мы подойдем вот к этой церквушке интересной. Расскажу поподробнее про нее. Ну, вот она церковь. Церковь Святой Троицы. Это Нью-Йоркская епископальная церковь. В 1788 году она была восстановлена после пожара. И на момент постройки в 85 метров была самая высокая точка Нью-Йорка. А в Нью-Йорке, значит, история такая. Близлежащие дома, близлежащие небоскребы могут покупать на у соседей воздух над... ой, вот так вот еле еле... В общем, воздух над подстройкой. Там, например, вот церковь сейчас, эта церковь продала этажи соседям своим. и они зафигачили себе такие высотки. и они зафигачили себе как бы в этом году. И они зафигачили себе Здесь за упокой свечи, я так понимаю, не горится. Продолжение следует... 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 Зашел в Starbucks сейчас Проверил Одну хрень Работает Попросил воды Здесь дают Бесплатно Лайфхак Все-таки нужно принять к сведению Что Рожа у продавщицы была кислая А у меня улыбчивая И все получилось Иду в хостел Жара накрывает Мне минут сорок И я на месте Бесподобно уютные Зеленые Почему-то мне казалось, что Не так А тут очень уютно Идти я уже не могу Упал на полянку Парк Вашингтонске Народ кайфует Отдыхает Ну и я Что Лысый что ли Тоже с ними А то все Батарейки сели Эти кварталы Ни хера не заканчиваются Решил прогуляться Пешочком А уже еле топаю Блин Ползти Хочется Стал пипец просто А там вон туда И вон туда Хер знает сколько Идем дальше Вокруг просто космические Вообще такая урбанистика Просто супер Идем дальше Вон туда Идем дальше Идем дальше Наверное вам знакомо Empire State Building Ооо он он Сейчас попробуем С другой стороны Его заснять Интересная деталь Стойки стоят Просто в городе Который Можно заряжать Wi-Fi Мне нравится Выставили Просто Столики Поставили цветы Огородили И сделали Пешеходную зону Народ сидит Кто там что-нибудь пожрать Себе берет Перекусывает Кто просто там Телефоном ковыряется Такая фишка Нью-Йорка Раздвоение кварталов Конечно Шикарно Ухожу с 6-ой авеню На Бродвей Потом Направо Несколько Десятков кварталов Я Возле Манхэттен парка А здесь Уже другие Столики Но Смысл Такой же Все довольно Так Стильненько Сейчас я вам Что-то покажу Я думаю Вы должны Это Должны узнать Должны увидеть Знаете это место Примерно вот так Это выглядит Все Я дошел Это Таймсквер Ничего вам так бодренько выглядит В принципе я смотрюсь на его фоне В принципе я смотрюсь на его фоне Но в живую конечно Не передать Я уже думал что упаду Но откуда-то берутся силы Потому что вокруг Вокруг фантастика Вокруг фантастика Вот иду и думаю Нахера я взял такой рюкзак большой С каждой поездкой Я оттуда Скидываю По одной Две Три вещи Не чтобы там сразу Половину скинуть И все Это невозможно Пересмотри пожалуйста Это видео Когда поедешь В следующем путешествии Захожу В гостиничку Сейчас посмотрим Ну не дурно Очень даже Такая тема Ну что Иначе здесь будем тусоваться Нормальная тема